ребят всем привет я бы хотела сегодня сделать немножечко другой эфир назвала аромат аромат вашего мира конечно же не просто так вы прекрасно знаете что я уже длительное время в том числе и распаковываю как внешний так и внутренний мир через через запахи через нос через интерпретацию как можно работать с запахом потому как если мы говорим что одни люди например визуалы кинестетики да кто-то любит визуально чтобы мы показали кто-то через слух воспринимает вот кому-то нужно пощупать потрогать чтобы что-то понять но я опять же это только мое мнение вы можете с ним конечно же не соглашаться мне опять же кажется что это это поверхностно следующий этап это когда мы можем с вами через ощущение тела чувствовать вибрации через плотность запахов можем воспринимать какой-то следующий этап как внутри себя так и снаружи причем запах это же не только через нос запах это как раз через все тело когда вы наверное прекрасно знаете каждый наверное был в такой ситуации если например заходишь какое-то помещение где-то ну не знаю там только что покрасили что-то и вам так у вас такое ощущение что вы все пропитываетесь этим запахом это не ощущение это так оно и есть и когда я вам рассказывала про то как я буду делать марафон по пранофиту то есть что то что что это за мышца какая мышца куда она относится как ее нужно растягивать как ее нужно приводить в тонус как что нужно с ней делать почему именно с этой мышцей какая мышца отвечает за рот какая мышца отвечает за денежный ресурс какая мышца отвечает какое сухожилие какая группа мышца отвечает за какой-то аспект в вашей вашем мире в вашей жизни это действительно есть но все же это эту картину мы можем укрепить еще через ароматы через запахи потому что не каждый не каждый может воспользоваться какими-то физическими упражнениями не каждый может в силу каких-то обстоятельств делать эти физические упражнения тогда мы с вами добавим туда еще арома магию да именно так если изначально я думала что я сначала вот это вот все изучу досконально а потом скажу ребятам но ребят вот я это изучаю уже больше года и я вам скажу что каждый раз когда я познаю все новое новое когда я углубляюсь вот прям вот туда я понимаю с каждым разом понимаю что я знаю все меньше и меньше поэтому это наверное никогда не закончится это всего лишь наш с вами этап познания своего тела и чтобы вам было понятно о чем я говорю ну вот я тут немножечко загляд за бегу немножко вперед это то что будет в книге конечно же прописано вот например как нам всем очень важно это эмоциональная лимбистическая система до это обонятельные луковицы это шишковидная железа это офис это мозолистое тело это свод мозга то есть это все лимфатическая система это можно перечислять очень долго и как мы можем это распаковать через запах то есть смотрите будь здоров это аутоиммунный энцефалит бессонница биополярное расстройство то есть все что связано с эмоции с нашей эмоционалкой то есть тут можно перечислять очень много но чтобы вы не начали примерять каждый на себе потому что я сейчас скажу просто маленький маленький кусочек чтобы вы понимали как это работает это тот же страх стресс потери памяти то есть все что у нас связано с нашим внутренним телом которое отображается на внешне какие-то аспекты на внешние аспекты это например то что если у нас в нашем позвоночном столбе по разным причинам давайте я так назову буду постараюсь подбирать прям слова по разным причинам идет недостаточная регенерация новых клеток то это отражается прям как это отражается на все тело потому что мы с вами уже проговаривали да что клетка это уже научно доказано не в одном поколении не только в одном поколении то есть в нескольких поколениях доказано что клетки они общаются между клетками клеточками в нашем организме если наш организм чист точно так же как и клетки могут общаться с клетками другого человека если обоих организм на определенной стадии чистоты так скажем да вот и расстояние между клетками нет расстояние есть только у нас в нашей голове еще раз повторюсь в наших пятнадцати сантиметрах от уха до уха расстояние как такового нет неважно где вы находитесь вы можете общаться абсолютно спокойно то есть передавать информационный информационный сигнал через тело через клеточную структуру вот как же как же клетки можно запустить если мы говорим например нарушение регуляции на решение регуляции аппетита то есть вы все прекрасно знаете что аппетит у нас запускается это не во рту аппетит у нас запускается не в желудке аппетит у нас запускается в голове да наша любимая тема то есть что мы можем сделать это мелиса аромат черного перца лимонграсс как как минимум эти три три масла то есть что мы делаем черный перец мы можем помазать черным перцем на лимфатические узлы которые у нас находятся вот здесь вот это остановит слюноотделение если мы будем если мы будем думать о каком-то там о какой-то еде о каком-то меню о чем-то еще лимонграсс лимонграсс вы все прекрасно знаете что он настолько настолько свежий свежий вот этот вот аромат свежий лимонный и очень хорошо если вы например его помажете в пупочной впадине да пупок помажете мелиса берем мелису и мажем вот здесь на вот этих вот запястья все если вы попробуете это сделать когда у вас например когда вы входите в сухие дни в чистые дни просто в какие-то в минимально в дни с минимальным питанием то буквально вот эти вот три аромата они вас приведут в такое в такое бодрствование вне зависимости от каких-то мыслей то есть мысли про еду они сразу же отгонят как достаточно неинтересный фрагмент на данном этапе и каждое масло то есть оно же не просто так почему это масло почему почему оно действует вот так почему почему у нас идет такое если мы снаружи поглощаем в определенных точках какой-либо аромат почему это действует так на тело если мы мажем какую-то мышцу почему у нас раскрывается родовая память если мы начинаем употреблять какое-то масло но масло например не эфир какие-то масла такие как масло мяты масло масло пихты садовое масло масло розового перца если мы их употребляем внутрь что происходит что происходит что у нас делает кишечник когда у нас проходит по ЖКТ какие куда впитывается определенное масло как оно разгоняется кровью что происходит с кровью оно становится более густой оно становится более вязкой оно меняет ли цвет раскрываются ли капилляры если капилляры раскрываются то в какой части тела они раскрываются при определенном масле при определенном аромате и конечно же мы насколько это получится у меня вместить это все мы с вами и проговорим как раз вот в этом марафоне, в марафоне Пранафит, где мы будем восстанавливать свои, только при восстановлении своего физического тела мы сможем объединить свое физическое тело со своим истинным «Я», которое не будет вас оттягивать, не будет вас оттягивать в состоянии какого-то недуга, в состоянии болезни, в состоянии неудовлетворенности, в состоянии каких-то депрессивного чувствования всем своим телом, когда вы лежите и не можете встать, когда вы прибрались, просто прибрали квартиру и после этого сидите и просто бывает такое, что сидишь с тряпкой и понимаешь, что ну вроде все, прибрался, можно теперь заняться чем-то, чем ты хотел. А у тебя даже нет сил пойти и просто положить эту тряпку на место, которой ты там дотирал пыль. Когда у вас происходят такие состояния, такие моменты в вашей жизни, это говорит как раз о том, что у вас ваше физическое тело с вашим «Я» в раздрае. То есть они абсолютно не соприкасаются с друг другом. Вы не можете получить удовольствие через ощущения вашего физического тела. Вы не можете получить через осознание какую-то информацию. То есть у вас полностью, вот ваша голова отдельно, тело отдельно и ваша субстанция истинного «Я» вообще где-то в другом месте. И вот чтобы нам по максимуму мы могли вот это вот все собрать, то, конечно же, мы будем прорабатывать, проговаривать, какая мышца, какое сухожилие, за какую часть нашего внешнего и внутреннего мира отвечает. Что такое почки, что такое предплечье, почему болят плечи, почему вы начинаете сутулиться, что нужно сделать. То есть сутулиться, да, это дельты, дельты, которые делятся на три пучка, да, вот этих дельт. Ты не можешь взять какую-то информацию с рода, со своего рода, который принадлежит тебе. Ты носитель этой информации, ты носитель этого опыта. Ты не можешь это взять. Как нужно сделать, чтобы развернуть свои дельты? Что нужно сделать? Какой добавить аромат даже в те же мышцы? Не обязательно их нюхать, пробовать или еще что-то. Можно просто растереть, можно просто растереть свои плечики, свои дельты для того, чтобы у вас пошел тот информационный поток, который дан вам природой. То есть у нас настолько обширное, настолько глобальное, настолько могущественное наше тело и все, что нас окружает, что нам не хватит, ребят, сто лет, чтобы его изучить. И чтобы его изучать, и чтобы наслаждаться им, то нужно его прямо здесь и сейчас начинать уже поддерживать и выводить на другой уровень здоровья. О, слушайте, так много стало этих клопов у нас в Сочи. Вот, и про это я вам как раз хотела порассказывать. Так, сейчас я почитаю вопросы. Сейчас третий день без еды, воды. Сегодня мама жарила бюны на кухне. Очень трудно было находиться там из-за запаха. Привет, Слава, привет. Оксаночка, привет. Как понять родовая память? Родовая память – это все, что было в твоем роду. Оно же есть в твоей ДНК. Оно же никуда не ушло. То есть с каждым человеком не умирают там все знания, не похоронены где-то. Это все знания в тебе. Насколько ты, насколько твое физическое тело готово к распаковке его. Потому что эта память – это же плотность. Насколько твое тело готово к новой плотности, к новым вибрациям. Ох, они как торпеды летают. Светлана. Вероятно, это клопы белые. Я не знаю. Но у нас в Сочи они, да, есть. В этом году сказали, что их меньше. Светлана. Эгрегор у всего существует? Зачем он нужен? Некоторые автономы хотят его усиливать, намаливать. А то он слабенький, говорят. Слушайте, ну, не знаю, что вы имеете в виду, что автономы хотят его усиливать, намаливать. И слабенький. Для каких целей, для чего? Но, ребят, смотрите, эгрегор существует только тогда, когда у вас есть непринятие себя, когда вы не до конца познали, что такое вы. Но давайте вот пример про эгрегор, да? Ну, например, там эгрегор алкоголя. Если вы для себя осознанно решили, что вам алкоголь не нужен, что это не ваша история, что это абсолютно неинтересно вам находиться в таком сознании, когда вы употребляете алкоголь, то вас туда не зацепить. Если вам неинтересны какие-то, я не знаю, там, не знаю, крутые автомобили, вам больше нравятся там велосипеды, ходить, гулять, там еще что-то, то вас в этот эгрегор не зацепить. То есть эгрегор, он же только то, что у вас, где у вас слабое место. Он может вас цепануть только за слабое место. Что у вас слабое? Это же замечательно, когда вы знаете свои слабые места, чтобы можно было с ними работать. Надо смотреть, это как, например, у меня дети приносят там двойку, да, образно говоря, и вот они идут расстроены домой, что там вот с двойкой они идут, плохо там какой-то урок сделали. Но это же неплохо. То есть после того, как они принесли эту двойку, мы уже понимаем, с чем работать. А если их пожалели, если им поставили четыре, сказали, в следующий раз там позанимайся, еще что-то, они их подцепили на этот эгрегор, что они, зная, что там слабое место, но сейчас его не нужно прорабатывать. То есть их еще больше так тынц туда. А если ты сразу же и пожестко, почему я говорю, что нет компромиссов, не бывает компромиссов. Есть принятие другого решения, которое может устроить каждый. Но вот это вот сглаживание углов, это ерунда полная. То есть ты хочешь одного, партнер хочет другого. Либо вы ищете абсолютно другое решение, либо когда вы начинаете друг под друга подстраиваться, но я считаю, что вы ни один, ни второй не получите то, что изначально планировали. И удовлетворенности, удовлетворения этим не будет. Смысл тогда в этом какой? Поэтому эгрегор – это всегда слабое место. Насколько вам интересно ковыряться в своей слабости. Или вы как только понимаете, что это в вас есть, вы сразу же это можете проработать. Поэтому, ну, их можно хоть как назвать? Эгрегор – еще каким-то словом. Конечно, они есть. Мы же живем в социуме, который очень многими манипулирует. А они, наоборот, хотят, чтобы он их зацепил. Помощи от него хотят. Ну, помощи, смотрите, помощи, опять же, хотят из состояния слабости. Но если вы говорите про автономов, то я… Ну, это ерунда. Ну, как? Если он вышел в осознание себя, да, то как может быть? Какая нужна, может быть, помощь? Ты же есть все, или тебя что-то не удовлетворяет? Если тебя что-то не удовлетворяет, то дело – это возможность тебя привести еще к следующему действию, к следующему деланию. Это же восхитительно. А когда ты просишь помощи, значит, ты понимаешь, что ты с этим не справляешься. А если ты с этим не справляешься, то значит, ты не свою планку взял. А если ты не свою планку взял, то значит, тебе перед кем нужно порисоваться? Чтобы что? Почему ты не хочешь идти тем, той скоростью, которая тебе комфортна, с которой ты будешь познавать себя каждый раз? Почему тебе нужно это сделать максимально быстро? Куда ты переживаешь не успеть? Тобой так руководит время? Или тобой так руководит социум, что ты хочешь кому-то что-то доказать или показать? А тогда мы вообще об автономии говорим? Не знаю. Вот я так и думала. Благодарю. Благодарю, Танюша. Да, ребятки, задавайте еще вопросы. Если вопросов не будет, то... О, спасибо, сколько сердечек. Как это здорово. То я тогда буду закругляться. Ты говорила, что на девятый день ты задыхалась от того, что дышишь. Через какое время это прошло? И выходила ли еще на еду или шла просто вперед? Я не на девятый день. Ребят, я задыхалась от того, что дышу. Не на какой день. На девятый день я, наоборот, встала. Я встала на лыжи. Я про это говорила. Через какое время прошло? Но это долго не проходило мне. Я потом выходила на еду. Было 9 дней. Вот это один из ранних случаев. Потом 2 недели. Потом кушала. Потом у меня было 2 месяца, 4, 3, 2, полгода. То есть у меня разные были заходы. Разные были заходы. Но у меня, если вы посмотрите самое начало моего канала, то там я немножечко, конечно же, об этом говорила, но старалась... Говорила, но старалась много не выпускать видео. Мне все время казалось, что... Ну что я знаю? Но я же только вот начинаю. Я же вот только вот туда иду. Хотя сама я понимала, что для меня, когда я была сама на чистых днях, для меня было важно посмотреть на таких же, как я, которые по 2 дня, по 3 дня, по 9 дней, для меня тогда люди, которые годами находились в таком состоянии, они для меня были чем-то таким далеким, что мне даже не очень хотелось на них смотреть. То есть я не шла туда, я не думала, что я вообще... Что для меня это вообще будет интересно, что это будет мой образ жизни, что там еще что-то будет связано с каким-то проноедением. Поэтому для меня было важно именно посмотреть на тех людей, которые рассказывали, как у них проходили именно 2, 5, 9 дней. И поэтому я себя где-то, может быть, заставляла какие-то ролики небольшие делать, чтобы я рассказывала, что у меня со мной происходит на 4-й день, что у меня происходит так. Вот. Но многие ролики я удалила. У меня были такие ролики, наверное, которые провокационные, да, я бы так сказала. То есть когда сильно падал вес, когда я на каком-то из дней снимала себя, что я вроде на сухом дне, а не могу дышать, я тогда не знала, что со мной происходит. Сейчас я это понимаю, сейчас я это могу сказать. Поэтому, наверное, кто о чем-то говорит, оно в какой-то степени нужно абсолютно всем. И когда говорят люди, рассказывают, например, как нужно голодать и сами не находясь в этих состояниях, наверное, это тоже кому-то нужно. Настолько у нас все гармонично. Поэтому не могу сказать, что какая-то информация, она нелепая или ненужная. Для каждого слушателя есть та информация, которая ему нужна. А мы с вами идем дальше. Мы с вами идем больше в состояние, в изучение нашего тела, в изучение нашего Я. Потому как вы не забывайте, что Я, который находится когда-то в теле, когда-то тело в нем, чаще, конечно, уже на какой-то стадии, что тело всегда уже в тебе находится, не ты в теле, то не забывайте, который Я, это весь наш род, это все наши жизни, там все знания, которые есть. И тело – это всего лишь сдерживатель вас в этой плотности, которое нужно научиться держать в чистоте, в чистоте помыслов, в чистоте физической, в чистоте психологической. только после этого вы можете все глубже и глубже познавать то, кем вы являетесь. И когда мы говорим, что Я есть все, это в прямом смысле этого слова. Но чтобы это начать познавать, вам нужно принимать, вам нужно становиться настолько плотным, чтобы вы могли принять плотность этих знаний, плотность этих вибраций, плотность этих запахов. Именно поэтому с вами идем через разные пути познания Вселенского Я, кем каждый из вас является. А ты для меня не кажешься чем-то далеким. Я четко тебя перенимаю, иду туда, мне это нужно. Как понимаю, что основные это перестройка психики. Конечно. Правильно, Виктор. Основная, конечно же, это да, это перестройка психики, это познание себя, познание себя во всех аспектах. Я есть все, и животные тоже. Нет, ребят, вы животными не являетесь. У нас есть, смотрите, вы есть все знания, то есть вы есть все знания о том, кого и для чего вы создали в этом теле, либо в предыдущем, либо еще, то есть у вас есть все знания. Но вы не являетесь животными, животные для вас. И каждое животное, оно несет определенную функцию. Человек не перерождается в животных, животное не перерождается в человеке. хотя есть те моменты, они, я бы их, наверное, больше назвала шаманскими, да, когда человек по незнанию, либо по знанию чего-либо намеренно делает так, чтобы в какой-то в определенный момент переродиться в определенного животного, либо воспользоваться его силой. Но это разные вещи. То есть у нас же очень много моментов, про которые, на которые не обращаем внимания, да, то есть это, это касаемо, это касаемо волос, это касаемо зубов, это касаемо татуировок, да, то есть многие, не понимая, что происходит, начинают что-либо делать, отдаваясь дань моды, а не тем знаниям, которые есть ты. и когда ты идешь не по своим знаниям, не по не по плотности своей крови, то у тебя очень часто начинает как распадаться твой мир, твой путь распадаться, тот мостик, который приведет тебя к себе, он просто разваливается. Но тут, ребята, очень много моментов, очень много моментов, которые я в том числе не готова рассказывать на общую камеру, да, вот, но если вы соберете, побольше, побольше смотрите все-таки, наверное, не блогеров, да, а каких-то научных, научные статьи, научных пабликов. И, конечно же, я, возможно, я, наверное, сделаю эфир на канале просветления. И вот на этом канале просветления я, наверное, расскажу, как я вижу клетку, как я вижу, как она регенерирует, за счет каких моментов, когда мы растягиваем определенную группу мышц, когда мы подключаем определенный аромат, что происходит внутри нашего тела, и что происходит сразу же снаружи. Вот я, наверное, вот этот вот момент еще вам может быть, это будет понедельник, чтобы мне обещать, потому что у меня я знаю, что до воскресенья все расписано, не могу точно сказать, воскресенье получится у меня или нет это сделать, но постараюсь до следующего эфира, который будет вот здесь на канале. Ты для меня являешься основным проводником поддержки на пути в автономии, хоть мы так и не любим это слово. Ребят, и еще, пожалуйста, не путайте, да, мир, знание самих себя и религию. Не пытайтесь себя узнать через те писания, которые вы не можете проверить. Узнавайте себя через те моменты, которые вы можете прочувствовать. Это очень важно. Иначе вы уйдете в Грегор. Ребятки, ну что, буду с вами прощаться. Клетку подготовлю вам, потому что клетка мы сейчас делали с ребятами на ретрите, то есть до этого мы делали очищение клетки, ставили их на место. А сейчас все-таки мне кажется, что первостепенно настолько нами сейчас начинают влиять и управлять, что на данном этапе, мне кажется, первостепенно это для нас почистить свою кровушку. не за что нас было зацепить. Хотя бы минимально за что-то можно было зацепить, а не так, что просто как магнитом раз, и мы и подтянулись к социальным программам. Поэтому будем, конечно же, будем очищать кровь. Это первое, что мы будем делать, это очищать кровь, чтобы чистой нашей кровушкой, светлой, светящейся, обывалась каждая клеточка. Про клетку очень интересно. Да, ребят, ну я про клетку, да, мы поговорим, вот, но я поговорим про клетку, а в клубе у нас, кстати, есть медитации в закрытом клубе, сохранены и про клетку, и про очищение крови. Когда делаешь упражнения на определенную группу мышц, не зная, за что психически она отвечает, то будет прорабатываться ли это только сознательно нужно делать. Нет, ребят, знаете, оно все равно прорабатывается. Как прорабатывается? Смотрите, например, вот чтобы прийти вот к этому состоянию, я же к нему не шла, мне оно было неинтересно, я не знала, что оно бывает, но я уходила от болезни, то есть я не знала, я не знала, к чему я иду, я знала, от чего я ухожу, я уходила от смерти, я уходила от лежачего состояния, я уходила от этих, от этого страдания своего, и когда я уходила, я же не предполагала, что у меня просто перестраивается организм, но к этому состоянию я шла 10 лет. Но я не знала, что я как раз и был сюда, чему я безумно благодарна на сегодняшний день. Но сейчас ребята, которые со мной, которые там на ретритах, на встречах, с которыми мы ведем какие-то определенные проекты, мероприятия, там еще что-то, они к этому состоянию приходят вообще вот за такое время, за год, то, что я шла за 10 лет. Конечно, вы можете заниматься, и у вас тоже это будет все вскрываться, тоже это будет все открываться. Если вы это знаете, у вас это будет просто выщелкиваться. И так, и так оно работает. Как ни крути, если вы идете к проработке себя, вы дойдете. Просто каким путем вы пойдете, вот и все. я вот думаю, слово автономия, наверное, не зря наезжает. Ну, ребят, автономия, смотрите, это же, мы же с вами уже говорили не один раз. Это просто слово, через которое вы максимум узнаете, про что сейчас будет эфир, что это за человек, там еще что-то. Но я уже миллион раз говорила, что мне это слово не нравится. Автономия, это сам по себе, это когда ни тебе никто не нужен, ни ты никому не нужен. На хера ты здесь тогда? Это не про это. Просто, просто почему это слово введено, чтобы люди знали. То есть, например, обувь, да? Вот говорит, обувь. Все знают, что это что-то, что одевается на ноги. А там уже начинаются, там, ботинки, кроссовки, туфли, сланцы, там, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. И здесь точно так же. То есть, это праноедение, неедение, это же разные моменты. Там, солнцеедение, малоедение. Вот сейчас это просто и голодание. Это все сюда же, в одну, в одну кормушку сгрузили. Просто, когда вы видите одно слово, вы понимаете, о чем это будет разговор, и все. Но это никак не характеризует. То есть, я не могу сказать, что я автоном. Мне, мне клево, с людьми, мне действительно с ними хорошо, мне и без них хорошо. И точно так же я понимаю, что и людям точно так же, и со мной хорошо, и без меня хорошо. То есть, мы где-то можем соприкасаться. Если бы я была автономной, то все, это же, это выброс. Светлана, огромное благодарность. Знаете, к нам влетел клоп и уселся мне на палец. Это уже, здорово. Здорово. Ну что, ребятки, я всех обняла вас. Спасибо огромное за вопросы. И да, я постараюсь до вторника. Очень постараюсь. Но возможно, это будет не поздно вечером. Возможно, в какое-то, может быть, в дневное время или пораньше я сделаю этот вот эфир. Конечно же, он будет в записи. Если я не забуду, вы мне напомните. И, ребят, смотрите, очень многие не могут найти, где, например, идет эфир. Многие подписаны на чат просветления, но на канал просветления не подписаны. И когда вот запускаем вот эти плашки, например, что будет такой-то эфир, там будет перейти в канал. Нажимайте на это перейти в канал, и вы тогда увидите эфир, вы сможете к нему присоединиться. Потому что канал и чат это немножечко разные вещи. В канале только можно вести эфир, а в чате все обсуждения. И в чате уже можно посмотреть уже в записи его можно в чате. Но поучаствовать, позадавать какие-то, позадавать вопросы можно и в чате, но чтобы его присоединиться, его слушать в живую, это нужно в канал будет перейти, и вот эти плашки они будут выставлены. Вот. Все. Благодарю вас, ребята. Будем смотреть.